По факту, его зажигательная речь была ничем иным, как официальным призывом к уничтожению старого порядка. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Мир стоит на пороге таких изменений, что любой, даже самый качественный драматический триллер меркнет. И как это всегда было, любые новые изменения ведут к потрясениям, которые в первую очередь отражаются на финансовом рынке, а значит и на криптовалютном тоже. В этом видео я расскажу вам о том, что мир устал от старого режима, режима, построенного на лжи и обмане, режима, который носит мифический характер, будто бы мы все равны. И я уверен, в новом реформировании мировой системы криптовалюта будет играть одну из самых важных ролей. И я уверен в том, что каждый, у кого сейчас есть одна десятая биткоина, в новом мире окажется вверху иерархии. Также мы поговорим и про Ripple XRP, ведь у него сегодня очень важный день. Это статья о том, как формировался и развивается установившийся после Второй мировой войны мировой порядок. Этот процесс хорошо описан в книге, о которой я снимал вчерашний ролик. Кстати, если вы его пропустили, ссылка на него будет в описании. Для того, чтобы создать что-то новое, старое должно быть уничтожено. Давайте я вам зачитаю отрывок из этой статьи, которая многое объясняет. Глобализация за последние 3-4 десятилетия существенно повлияла на систему мирового порядка. Она способствовала установлению полной гегемонии США и Запада, а в последующем начала менять баланс экономических сил в пользу развивающихся стран. Однако, чтобы баланс поменялся и в военно-политическом раскладе, требуется подтягивание политического мирового развития к экономическому. Неизбежное сокращение этого разрыва приведет к формированию нового мирового порядка. Но такое подтягивание также вытекает в сильные политические и геополитические кризисы. Этот процесс может привести к тому, что мир достаточно длительное время, возможно 2 десятилетия, будет находиться в кризисной турбулентности. Все это будет происходить на фоне ослабления лидерских позиций США. Однако последние не хотят добровольно с этим смириться. На самом деле, друзья, до 2020-го все это звучало больше как конспирологическая теория. Теперь же многое из этого начинает воплощаться в практику. От поисков альтернативы платежной системе SWIFT, дающей возможность давить экономике неугодных санкциями, до геополитических потрясений. Как примеры, новый стандарт отправки трансграничных платежей ISO-222, идущий в криптовалютных решениях способ избавиться от господства доллара, и переход Гонконга под полный контроль Китая, после того, как последний принял закон о национальной безопасности региона, который фактически заменил систему Гонконга на тотальное управление Китаем. Эти два примера немногие из тех, которые показывают неспособность лидеров этого мира удерживать ситуацию в выгодных для себя рамках. И очень приятно, что криптовалюта в этом играет далеко не последнюю роль. О том, что продолжать поддерживать текущий мировой порядок невозможно, весьма резко выразился и президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме мира в Париже. Он рассказал, что прежний мировой порядок и привел мировую экономику, политику и отношения в опасный тупик. Я выделил несколько моментов из его выступления, несколько самых важных, по моему мнению, моментов. Крайние годы ярко показывают не только усугубление неравенства, но и появление его новых форм. Неравенство раскололо наше общество, вызвав кризис демократии, что привело к сомнениям в демократических устоях. Международная система переживает уникальный кризис, который впервые не является следствием мировой войны. Он вызван изъянами и недостатками нашей несовершенной системы. Той системы, которая на протяжении 70 лет после войны показала себя настолько эффективной, что сумела помочь миллионам людей выйти из бедности. А на территориях, где, казалось бы, война будет вечной, система помогла установить мир. Однако сейчас именно она и привела нас к экономическому и политическому кризису всего, что лежит в основе свободного сотрудничества и рыночной экономики, которая была построена после Второй мировой войны. И самое важное, что сказал президент Франции, возродился односторонний подход к мировому обществу, в том числе и у тех, кто гарантировал многосторонность международной системы. Эдакий прозрачный намек. В конце июня 2020 года немецкий лидер Ангела Меркель присоединилась к риторике своего французского коллеги. В интервью Guardian она сказала, что стоит готовиться к грядущему изменению мирового порядка. Мир больше не должен рассчитывать на лидерство США. Цитата. Грядут перемены, и нас ждут большие изменения в мировом экономическом укладе и мировой финансовой системе, которые уже начались. Хм, мировой финансовой системы. Криптовалютой запахло. Ведь сегодня в 2 часа дня по восточному времени Сенат будет выбирать нового руководящего ФРС США. Им может стать Джуди Шелтон, сторонница возвращения финансовой системы в новое прошлое, построив криптовалютный золотой стандарт. И судя по всей документации, которую я вам уже показывал, в этом деле будут замешаны Ripple и его инструменты. Однако, друзья, хочу вам напомнить, что в истории не было ни одного раза, когда глобальные изменения не приводили к серьезным потрясениям. Ведь люди не очень любят нарушать свой комфорт. Однако, именно сегодня не открываться новому означает самое большое преступление против себя и своего будущего. Финансовые рынки, в том числе криптовалютные, это те места, где новые изменения будут ощущаться больше всего и в первую очередь. Поэтому потрясений и для них будет еще немало. И, наконец, будто подытоживая назревающий переворот, генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гетериш 18 июля 2020 выступил с обращением к мировым лидерам. А теперь внимательно. По факту, его зажигательная речь была ничем иным, как официальным призывом к уничтожению старого порядка, который выглядит все более нелепым и абсурдным в актуальных реалиях экономики, финансов и геополитики. Факт, что все это дошло уже до Организации Объединенных Наций и ее генсека, говорит о серьезности всего происходящего. Я снова выделил несколько важных моментов из его выступления, которые СМИ уже назвали «Неравенство начинается сверху». По его словам, состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. Для этого, ребята, и создан был биткоин. «Чтобы вернуть украденное богатство вам, чтобы упразднить несправедливое распределение богатства, чтобы сделать человека по-настоящему свободным». Проводя ежегодную лекцию для фонда Нельсона Манделлы, генсек ООН Гутерреш выступил за так называемую «новую глобальную сделку», чтобы обеспечить более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне. Дальше цитата. «Неравенство начинается сверху, и борьба с ним должна начинаться с реформ. Страны, которые вышли на первое место 70 лет назад, сегодня отказываются принимать реформы, необходимые для смены баланса сил в международных организациях, в частности в ООН и организациях Бреттон-Вудской системы, в которую входит Всемирный банк и Международный валютный фонд». Генсек также сравнил пандемию с рентгеном, который выявил переломы хрупкого скелета общества, которое мы построили. Ложь и обман всюду. Ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех, что неоплачиваемая работа по уходу – не работа. Заблуждение, что в мире больше нет расизма. Миф о том, что все мы в одной лодке. Ребята, на самом деле то, что мы в одной лодке – это не миф. Просто некоторые плавают на яхтах, а другие пытаются научиться плавать руками. Как известно, ООН обратилась к богатым государствам с просьбой помочь развивающимся странам в борьбе с пандемией, но получила только 1,7 миллиарда из 10,3 миллиардов запрошенных. Поэтому Гутерреш сказал, что богатые страны не смогли оказать поддержку, необходимую развивающимся странам, и что пандемия еще больше усугубила трагический разрыв между личными и общими интересами. На самом деле, дальше он ушел в какой-то коммунизм и социализм и завершил выступление следующими словами. Настало время, чтобы мировые лидеры решили, поддадимся ли мы хаосу, расколу и неравенству, или мы исправим ошибки прошлого и пойдем вместе на благо всех. Как мы видим из разряда конспирологических теорий о новом мировом порядке, ситуация выходит на более высокий уровень. Они уже говорят президенты страны, генсеки, организации объединенных наций. Конечно же, страны-лидеры, которые построили тот послевоенный мировой порядок, навряд ли согласятся добровольно что-то изменить. Поэтому нас ожидает большая суматоха впереди, если не назвать восстание. И не стоит забывать, что в финансовой стороне этого восстания будем стоять мы. Мы и криптовалюта. Особенно Ripple, если верить документациям, которые я вам показывал. Уже сегодня будет голосование в Сенате по поводу утверждения кандидатуры Джуди Шелтон на пост управления ФРС. Кандидат в члены правления ФРС от Трампа готовится провести свой первый тест в Сенате. Люди говорят, что это может стать последней каплей для старой системы. Вот что написано в платной статье Financial Times. Действительно, чтобы ее прочитать, нужно заплатить деньги. Комитет Сената по банковским делам готовится утвердить кандидатуру Джуди Шелтон. Женщина, которая очень критикует нынешнюю ФРС и является сторонницей нового золотого стандарта, который будет основан на криптовалюте. Республиканцы уже подтвердили, что будут поддерживать Джуди Шелтон. Учитывая, что демократы отказались, поддержка республиканцев значительно повышает ее шансы на успех. Это просто прекрасные новости для малых и средних предприятий, а также для Ripple XRP и, можно сказать, в принципе, для всей криптовалютной индустрии. Друзья, принятие Ripple продолжает набирать обороты. Каждый раз, когда вы не уверены или сомневаетесь, достаточно просто немного покопаться и провести расследование. А меня зовут Богатейший Ди, поставьте лайк, если это видео вам понравилось, а также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!